Задолженность по зарплате в Чувашии сейчас 4,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущими двумя месяцами она снизилась. В мае долгов было 29 миллионов рублей. По неофициальной информации, сокращения связывают с тем, что из реестра неплательщиков ушло одно предприятие-банкрот. Это сразу отразилось на статистике. Процесс выплаты зарплаты нередко сопровождается всевозможными нарушениями. Причем как на предприятиях, так и в бюджетных организациях. Ольга Григорьева подробнее. Работница общепита, чебоксарка Лариса Ефремова, сменила 4 места работы. Причина во всех случаях – задержка зарплаты. Самая большая – на 2,5 месяца. Вместо денег кормили завтраками. Обещали выплаты, но завтра. Объясняли тем, что на данный момент пока денег нет, подождите еще немного. Все наладится, тогда выплатим. После обращения девушки в прокуратуру деньги сразу нашлись. По месту работы выплатили все, что положено. Задержка зарплаты на день-два – это уже серьезные нарушения, говорят трудовые инспекторы. На своем сайте они ведут реестр недобросовестных работодателей. С начала года инспекторы провели более 80 проверок на предприятиях и организациях. Выясняли, как работодатели чтят трудовой кодекс в сфере оплаты труда. В итоге 13 случаев задержки, 429 человек без своевременной зарплаты. Плюс другие нарушения в оплате труда. Нерадивым работодателям вручиной предписания выписаны штрафы. На всех вместе – 580 тысяч рублей. В отношении пяти должностных лиц организации материалы направлены для возбуждения уголовного дела в следственные комитеты. Задержки заработной платы, прежде всего, конечно, допускаются в организациях малого бизнеса. Это, прежде всего, организации с численностью работников менее 100 работников и индивидуальные предприниматели. Инспекция труда Чуваши сейчас мониторит и бюджетные организации. Проверяют, как исполняется майский указ президента страны по повышению зарплат бюджетникам, педагогам, медикам, работникам культуры и науки. Такие проверки идут по всей стране. В Роструде утверждают, проведение индексации зачастую сопровождается всплеском нарушений. Приводят отрицательные примеры. Алтайский край, Кабардино-Балкария. Чуваши в этом списке не фигурируют. Но и у нас не все гладко. Проведено 12 проверок. В ходе проверок выявлены случаи повышения заработной платы в размере менее установленным правительством Российской Федерации. В организациях города Чуваксары такие факты выявлены и в некоторых районах республики. Вокруг повышения зарплат бюджетникам немало вопросов. Нет конкретных размеров увеличения зарплат. Повышение привязано к среднему уровню заработка в регионе в процентном отношении. По какой методике высчитывать? Расчеты муниципалитеты могут вести по-разному. Чем четче прописаны правила, тем лучше результат, утверждают аналитики. Как исполняется майский указ президента по повышению зарплат бюджетникам, обсуждало и правительство республики. По всем отраслям план выполняется. Только вот налицо проблема. Существенный разрыв в зарплатах по районам. 6 тысяч разница в заработной плате. И Брешинская, и Олегская. Воспитатели, в основном, если взять, они же трудятся, выполняя все те стандарты. Почему разница получается? Михаил Геннадьевич Вангурского и Владимир Кулачкова. И зачем? Мы неравномерно поставляем. У нас же подушевое финансирование на ребенка или на человека. Или на уровне муниципалитета вот эти перегибы происходят. Что касается общего образования, механизм отлажен. Деньги жестко прописаны конкретно под повышение зарплат. И потратить их на другие цели нельзя. Есть нормативный акт, где предусмотрено подушевое финансирование, тип учреждения, соответствующие коэффициенты, методика. Отклонения от нее были, но порядок навели, прокомментировал министр финансов. Сложнее с дошкольным образованием. Там еще предстоит наладить механизм. Мы учитываем Минфин при расчете дотаций на выравнивание расходной потребности на финансирование дошкольного образования. А муниципалитеты, поскольку они своими расходами распоряжаются сами, это их полномочия. Они могут недофинансировать по факту. Поскольку это чисто их вопрос. У каждого муниципалитета доходная часть разная, но люди, как граждане Российской Федерации, как работники этих образований, разницы не должно существенную различать. Мы с 2014 года забираем, и мы сегодня обязаны просто утвердить на уровне Кабмина нормативный документ, который будет прописывать аналогично с общим образованием. Также и дошкольный, поскольку эти деньги уже будем мы с 2014 года давать напрямую. По новому закону об образовании за обеспечение зарплат будет отвечать регион. Это должно изменить сложившуюся ситуацию. Между тем, исходя из проверок Роструда, станет ясно, где повышение зарплат бюджетникам прошло спокойно, а где тревожно, где долги выросли. Затем на основе этих сведений будет составляться рейтинг губернаторов. Проверки продолжаются. Как говорят инспекторы, если права нарушены, добро пожаловать в инспекцию труда или прокуратуру. Продолжение следует...